ой блять пулемет в мусорке нашел и хрена слышь блять биджет заработал закупиться перед побегом всех оружия есть все готовы я подготовился заранее повторно за ящиками идем и потом короче тамбунг подходи они походу уходим уходим слишком много и рассказывать не поверят кстати в описании есть промо-код на 400 рублей и 5 уровней поэтому заходи на сервак и вводи его иначе я приеду за тобой на самокате сегодняшний ролик должен был нести в себе какое-нибудь интересное и красиво написанное вступление которое я обязательно озвучу в первую минуту 2 этого ролика вступление которое уже хоть немного подсказывает зрителю что будет происходить в ролике к чему готовиться от чего откреститься и чему наоборот радоваться ролики с подобным вступлением обычно воспринимались зрителями как какой-то интересный фильм ей богу тут есть и какой-то интересненький более-менее сюжет который дополняет четко обозначенная мотивация главного героя а также неожиданные твисты но чего уж греха дайте некоторые выпуски были настолько уникальными что в них второстепенные персонажи казалось бы говорили настолько плотную базу которая заставляла главного героя искренне радоваться их хоть и неожиданному но все-таки присутствию на съемках но у каждого человека или же какой-то эпохи наступают смутные времена так и здесь привет дорогой зритель это не новое видео по проверке администрации на своем сервере которым ты уже за 22 год привык если ты смотришь мои ролики достаточно давно то ты помнишь что в некоторых видосиках я рассказываю об интересных байтах с помощью которых можно будет наказать определенный ряд игроков которых мы обычно называем конченными но вот какая незадача тем конченым какой-то дегенерат провел интернет в их деревню и они узнали о моем канале и начали они перенимать все что только можно от слов которые я часто использую до байтов которые я вам рассказываю чтобы защищаться от таких дегенератов и используют они их для того чтобы мешать нормальным игрокам играть и проводить время на сервере ладно чё тут греха таить в нашем саду развелось очень много сорняков и не среди администрации ну в общем здесь я уже выбираю себе место в котором я буду пребывать ближайшее время но в этом ролике точно обычную какую-нибудь квартиру не было смысла брать там в бедном районе не знаю в какой-нибудь пятиэтажки или же общаги по одной простой причине ну да и и придут зарейдят но ничего интересного в плане рпшки не появится я короче понял почему я через какое-то время зависает может сейчас как-то заметите вот видите зависла это не потому что что-то серваком это у меня ебаный дабл клик может в любое время так зависит не очень удобно вообще пользоваться дерьмо мышкой все-таки наверно не сдержусь до возьму секунд беспроводную нормальную более-менее лоджи тег какой-то не знаю хз то что короче понравится огораживать полностью чтобы никто залезть не мог сюда не будем конечно же в этом и суть долго ждать недоброжелателей мне не пришлось насмотревшись моих роликов на боброграде а конкретно какой-нибудь проверки вроде бы 19 или 18 выпуск они поняли то что крыши домов в элитном районе это общественное место по правилам сервера да это так и по сей день остается там до сих пор нельзя заниматься каким-либо криминалом угрожать оружием как это делали подопечные из прошлых выпусков убивать кого-то грабить и так далее то есть любой криминал там по правилам сервера не то что по правилам города запрещен казалось бы все потихонечку после этого ролика начали понимать то что крыши домов в элитном районе не созданы уж точно для каких-то криминальных дел и на волне этого осознания появился новый вид долбоебов вот давайте смоделируем диалог между мной и вами представим то что я как раз таки тот самый человек который будет приходить этим заниматься вот вы меня спросите зачем ты это делаешь а я скажу честно ну вот не потому что ты мне чем-то нацелил не потому что я хочу это как-то подвязать к рп игре вот потому что гандон конченый который просто хочет тебя заебать до того момента пока ты не нарушишь правила а потом подать жалобу чтобы тебя же и засадили а единственное чем я буду отговариваться на жалобе на меня это тем то что это общественное место значит я могу делать там все что захочу кроме криминала никаким криминалом я не занимаюсь чё-то я заговорился о болванчиках даже их не показываю ну посмотрим низкая можно что-то слезь с крыши слезь с крыши моей уйди отсюда слезь с крыши здрасте тут был как раз таки один человек в спортивном костюме он бегал у меня по крыше по крыше бегал у меня дома никого нету у меня дом закрытого ямара съел по крыше лазер на у меня на крыше не поняту на крыше ну видимо уже свалили убили кого-то да ты чё сейчас просто арестую вот за что он за скейт просто арестуешь за скейт да это не по понятиям это не это не по уйди с крыши мое что ты лезешь сюда крыша общественное место могут находиться это моя территория частная ты видел что там вообще написано нет который внизу находится крыши не является читать умеешь ты в нее попал через мою частную территорию выйди отсюда изначально что попал на число частной территории ты нарушаешь частную территорию не плакал бы пиздец как тебя в полицию за что ты тут делаешь нравится стою не поверю зачем захотелось уйди отсюда это мой дом не уйду я отсюда сам уходи а вот тусить полиция можете его прогнать если вы сюда по работе пришли то он явно нет откуда прогнать это вообще на место может туда тебя гандона кусок сам себя сам себя характеризуешь чё ебало открыл там свою чё ебало открыл захотел открыл с придыханием блять разговаривает еще думаешь что у него есть право вообще пасу нахуй открывать . единственное что ты можешь сказать это поплачь шакал ебаный единственное что ты можешь сказать это просто уйди нахуй отсюда и все но так по факту уйди нахуй отсюда это не твой дом кусок еблана комнатного блять по моему то что до дарк рп шаров не доходит абсолютно никакая информация если она была сказана без оскорблений это уже аксиома это мы уже давно уяснили но я до сих пор удивляюсь этому как в первый раз ты ему говоришь уйди отсюда просто спокойно нормально вот без матов всяких вот не надо тут тусить приходит полицейский в реальной профи полицейского и говорит а давай тут ебать тусить полиция полиция что полиция что полиция вот этот человек ворвался в мою территорию зашел на крышу моего дома он зашел на мою территорию чтобы забраться на крышу моего дома вот с дымоходом который и после нескольких просьб он не хотел вообще уходить то есть я не знаю зачем почему ему предложил тусить здесь какой-то полицейский все все будет нормально разберемся вы было такое что вы вырвали там ни разу я единство что я сделал это залез к нему на крышу и то не через его территорию залез на крышу благодаря своим у меня а ну то есть крыша это считается вот сейчас на территории это не считает свой частный территория или крыша моего дома считается частной моей территории иначе как я там поставил элитного района считается общественным местом спасибо да это общественное место это значит то что там нельзя доставать оружие просто так и делать что-то криминальное слушай но один уже в тюрьму сел тебе вот тоже надо приглашение особое дядь или тетя кто-то я не знаю слушать чувак тебе особое приглашение нужно или как ладно уйди отсюда или я сломаю твой шарман уйди с моего дома на крыши моего дома крыши твоего дома но это не твой дом от государственной территории но так а зачем ты мне мешаешь я у себя дома хочу нормально в тишине строится он мешает мне шумит шумит здесь не убирает свой магнитофон и пытается нормально построить что произошло у вас человек не хочет упорно подчиняться приказам госсотрудника и угрожал мне получается нанести вред я сказал ребята я понимаете что сделал человек игнорирует приказы госсотрудника дайте объяснить ситуацию я попросил его уйти отсюда я несколько раз просил горю то что я сломаю сейчас твой магнитофон наша ты построил его поставил он мне угрожал расправой за то что я сломаю его магнитофон он угрожал мне расправой то есть убить это расправа да это угрожал мне угрожал проникновение на чужую собственность наказуемо уголовно в данном городе за это полагается от 120 секунд до 250 секунд соседи в одноэтажном доме устроили вечеринку терпи иди тусуйся дальше в другое место убивать его там конечно же не могу потому что по правилам да это общественное место но это общественное место считается моей собственностью я сюда лестницу поставить здесь поставил грубо говоря дымоход да от него толку по игре нету но я же дом себе типа строю я купил себе этот дом территорию и по-хорошему я тут могу ошиваться и конкретно тут шататься вверх вниз справа влево этом моя территория и вполне нормально то что я не хочу чтобы кто-то был еще помимо меня или же просто тут кто-то будет но с моего одобрения здравствуйте полицейские он снова нарушает границы моей частной собственности его уже выгоняли можете применить меры какие-либо вторжение на частную территорию это наказуемо я не испортил вполне себе работает спустись в опробу арестом какой-то потому что за это вроде по законам полагается мы сейчас разбираемся испортил наш арманку нет заколдованная крыша на которой просто всем хочется стоять без объяснения причин примерно так я могу описать этот дом в элитном районе ну просто пиздец он один раз пришел второй раз пришел зачем непонятно вот у паркуриста как раз таки первые два случая когда он приходит с натяжечкой походят только на 1.29 а именно правило которое запрещает провоцировать игроков на возможные другие нарушения правил ну например он меня очень сильно заебет а я не знаю таких правил как кровь дропа и так далее и возьму его там убью и у меня будет общественные места нарушены вот другому гандону после тюрьмы до сих пор не имется и постоянно он сюда лезет непонятно опять же зачем я просто блять не понимаю чем он сука руководствуется когда он после тюрьмы приходит в то же самое место где его и посадили убедительная просьба ребятам которые захотят поиграть на боброграде и во время игры как раз таки встретят подобных идиотов которые как-то батят на нарушение при таких случаях вот даже при такой зеркальной ситуации зовите полицию не угрожайте им сами оружием у вас самих будет нарушение кровь дропе зовите полицию она сделает все что нужно просто грамотно объясните ситуацию и ничего такого с вами не будет челика накажут посадят в тюрьму и вы дальше сможете спокойно заниматься своими делами здравствуйте держите его повторный раз после отсидки уже за это нарушение он пришел снова на мою территорию а я не знаю я граждану на большом так сказать и за здесь так лицом к высинке это общественное место как бы ну вот нету то сейчас процесс общественные здесь хотите можете подать желтую не по форму не поверите уже такую подавал и вывышает но можно подать еще раз я там все объясню спасибо что работаете тупой здрасте после того как с тюрьмы вышел вторгся опять на мою территорию примите меры пожалуйста уже два раза сидит за это не подскажите комиссии ой не надо но не надо но не стукай привет свяжешь можно вопрос дать смотри тот сом на пришел мочит мы стояли щеликом блять блять вот это петюси давай идти на вопрос то что мы стояли щель и начинает что происходить все блять я могу это что веди себя адекватно вот а человек не начинает меня убили не во время рейда полиция можете принять меры у меня человек на крыше да ты опять залез подъем на крышу есть да есть подъем на крышу я сделал вот для того чтобы я сам туда заходил ну ладно окей там надо будет какому-нибудь госсотруднику боятся подел вот подъем на крышу ты можешь обратить да конечно если вам для дела чтобы его снять конечно но что вы будете делать что-то это уже не первый раз когда вы залазите туда но вероятно да да не первый вероятно это да и уже не первый раз один вопрос зачем вот хочу это сделать хочется не так понимаете дайте ему срона должна быть 250 секунд пожалуйста за то что вторгся на частную территорию это наказуемо моем совете но так то наказуемо советь лучше не на он не понимает я ну хотите можете арестовать тебе говорят иди другим займись а ты лазишь если вы хотите арестовывать творится быстрее если нет вопроса дать мне куда торопитесь а побыстрее а вы уже прочитали в его репликах неоднозначные намеки на то что в случае ареста он будет сразу же подавать жалобу я вот сразу это понял а вы просто удивительный кусок говна настолько тупой до обезденения шо просто ужас у меня слов уже больше понимаете не находится его три раза уже сажают за одну и ту же хуйню на одном и том же месте он попадается и он приходит специально просто так вот челиков провоцировать на аресты он думает что они нарушают правила и он берет специально так провоцирует людей чтобы подавать на них жалобы за фри арест я не всевидящий могу конечно ошибаться но мне кажется один из арестов он после них подавал уже жалобу за фри арест и челика наказали на чечен такой блять самоуверенный пришел еще раз напрашиваться на арест чтобы потом опять подать жалобу причем в этих репликах это прекрасно понятно уникальная комбо из двух с слабоумие и самоуверенность в сегодняшнем ролике это его самые верные спутники на протяжении всего видео давай марси назовет причина реставра вторглись на чужую территорию привет здравствуйте я понял о здравствуй на нарушенную что в чем суть жалобы что ничего не байте здравствуйте меня один просит а другой войти сейчас давайте я хотя бы пойму что он хочет и тогда уже будем разбираться кто что делает так как он арестовал меня за то что я находился который находится в элитном районе в элитном районе находится частный дом это не является по сути это является как бы частью дома на это одновременно с этими является общественными так это общественное место и что это больше нечастная территория человека там не может регулировать кто может ходить туда кто нет может ну то есть я как-то как вам на территорию проникнуть да 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 на крыше у меня находишься все нормально да типа типа вы считаете ненормальным то что меня рисуют за то что я нахожусь на крыше элитного района который является общественным местом то что вас за это арестовали это вполне себе нормально причем не первый раз и жизнь видимо ничему не учит если это частная территория написано же хорошо можете тогда передать джибы человеку который только что телепортировался извиняюсь что перебил нет зачем я завершаю эту жалобу этого игрока нет нарушений хорошо завершает ждем еще раз я просто старше администрации достучаться не могу занятые жалобы и у меня такой вопрос могу ли я использую эту админ зону для разборки жалоб или только то верхняя верхняя и это вполне себе подойдет если тебя не смущает шум стрельбы который тут будет слышен то пожалуйста все спасибо огромное больше не смею за что вы же модератор как и я кстати вот пока я находился на профессии модератора он не подавал повторную жалобу думая что я ее приму и стоило мне взять профессию бандита просто для виду немножечко пробежаться по городу он тут же ее подает чтобы я не мог ее принять а иначе у меня будет нарушение админа буза модератор не может разбирать жалобы в рп профи просто словами не передать насколько мерзко нахуй рядом с этим человеком находиться и принимать от него жалоба потом на этой жалобе же с ним как раз таки вместе стоять особенно когда потом еще это жалоба идет и на тебя добрый день опять арестовал а смысле но арест еще один какой-то был уже можно закрывать я бегал по мэрии смысла в чем в чем-то до суть жалобы была палата уже ничего что такое что-то не устраивает на ничего век и жалоба такой жалоба дебек ты точнее ложная но тебя чем-то игрок я бегал с челами мэрия кажется догнал я кажется догнал я он чем-то не устроил ты его хочешь как можно не знаю усерднее засадить в жалоба молодец я его не хочу кожа усерднее засадить жалоба я его чувствую не бежали за то что он нарушил они просто накручивают ему каждое каждое нарушение просто говорю то что у него нету нарушение в этой ситуации ты сам приходишь провоцируешь если так считаешь как его провоцирую не подскажешь ты прям ложишь вынуждаешь дом подать 911 что кто-то вторгся на частную территорию полиция реагирует один сам хозяин говорит я тебе больше скажу вот он хозяин перед тобой может ему не нравится может закрывать чтобы ты еще раз я подал я еще раз я приму я буду тебе несколько раз говорить а тут нет нарушений а ничего страшного я потерпел ненормальный человек какой-то правда то есть ты будешь терпеть вот ради того чтобы просто его посадить одного в джайл то не знаю одного или нет потом будет можно закрывать жил слушан это достаточно душно не думаешь мне не думаю может закрывать жалоба объект но ты подал жалобу сейчас просто так круто это не просто так жалобу было поданы расскажешь просто понимаю то что смысл от этой жалобы нет потому что и любом случае скажет 1 32 у тебя нарушена 15 минут банок удачи за это правило и человек уже не посадил двух человек просто пиздец блять зачем ты сам приходишь туда четыре раза садишься в тюрьму и потом удивляешься чтобы правильно поняли он несколько раз уже садится за то что он нарушает получается закон который запрещает торгаться на собственную территорию ну на чужую собственно он это исправно нарушает четыре раза он улетает за это в тюрьму и он подает дважды жалобу на одного и того же человека чтобы его просто посадили в тюрьму забанили в чем логика мозг есть у человека нет но видишь же то что это собственно частная собственность зачем ты лезешь туда вот просто зачем тот в тупую тут стоишь мозолишь глаза тебя просят нормально но тебя просили нормально уйти я просто не понимаю в чем логика такого человека чем он руководствуется когда это делает он стоит тусуется тут мне не то чтобы это не нравится это мой дом я просто ну так вот я я так рассуждаю это мой дом я не хочу чтобы тусовался кто-то другой ну вот там чел себе дом отстроил грубо говоря по рп купил себе дом дальше там отстраивает территорию и так далее я же не иду к нему на крышу тусоваться хотя могу это сделать и подают общественное место общественное место это означает то что там нельзя заниматься криминалом как таковым но это считается частной территории да потому что я вот это твоя территория ты заплатил за нее бабки ты платишь ренту раз в какое-то время в чем прикол то что делаешь да тут стоит а зачем ради просто нельзя я дом просто свой покупал как частную территорию конкретно вот я особо гостей не жду поздравляю тебя его на свою территорию час нет ты у меня на крыше мне указывать не будешь заменить и что мне делать давай поэтому тогда дружок слезай и иди дальше своими делами занимались я как бы не хочу создать а но у меня право на любой крыше а расскажешь не но в принципе я тебя попросил по-человечески твое дело отказать что поделать ну окей окей удачи тебе полиция помогите пожалуйста человек вторгся на мою частную территорию и почему-то отказывается отсюда уходить я пытаюсь попросить об этом но ему как-то все равно с крыши и встаньте в ближайшей степени чем буду вынужден мне не пябель наручить проектов почему я должен сказать сам честно потому что это вообще не пянули ха-ха-ха-ха слезьте раз слезьте два слезьте три слезьте четыре к стене ближайшей не-не-не-не-не к стене встал я щас к стене зачем ты стрелять начинь блять ты что наделал держите его держите он хотел убить госсотрудника он ворвался на мою территорию держите его к стене встань 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 в стене ты не выживешь просто так стоишь не двигаешься нападение на... туда его блять спасибо вам огромное спасли мы делаем самым умным образом мы просто вызываем полицию и ждем пока она разберется с человеком зал туда зал туда так здравствуйте на вас жалоба можете зайти в дискорд канал Беброграда я там сижу с двумя людьми дает а вас там нету нет меня там нет можете тогда скинуть свой дискорд не надо я не хочу в дискорде ты неправильно выдал ты точнее не выдал наказание человеку хотя этот человеку подал жалобу я сейчас посмотрел всю демонстрацию экрана там было нарушение крыша элитного района считается общественным местом так что человек не мог посадить его почему не мог? ты сказал нет типа тут нету нарушений хотя там был фри арест почему? алё да а почему? почему? что там не так было? эм смотрите вы приняли у него жалобу правильно я нечего кто его зафри арестил правильно но вы сказали то что там фри ареста нету правильно? ну да там не было фри ареста смотрите Крыша элитных районов считается общественным местом Это можно посмотреть в правило 1.16 Я прекрасно знаю, что это общественное место Там общественное место, это же правило, которое запрещает, регулирует то Чем нельзя заниматься и чем можно в каких-то определенных местах Вот там оно и написано Я вот даже сейчас открыл Это означает, что игровой персонаж должен соблюдать свою роль в общественных многолюдных местах Презопрещает проводить криминальные действия при свидетелях в общественных многолюдных местах Правильно Этот человек делал что-то противозаконное в общественном месте Противозаконно находиться и вторгаться на частную территорию Еще раз говорю Крыша не считается частной территорией Почему это? Потому что я только что спросил Можем позвать манди или вышестоящих нам админов? Мне просто очень интересно, каким образом крыша не может считаться частной территорией Ну человек, он может там находиться Владелец, я имею ввиду Я это просто примерно так понимаю Человек, который купил дом, который за него заплатил Он может находиться на этой крыше Делать там все что угодно Как я, например, площадочку сделал Чтобы там стоять, сидеть, что угодно делать Да, владелец, он там может делать все что угодно Какие-то лица, которые являются друзьями владельца Они тоже туда могут залезть Просто так стоять на крыше Смысла нету На рандомной Я понимаю, еще дом не купленный Я понимаю, дом не купленный Он ничейный Никто тебе ничего не скажет за то, что ты там лазишь Максимум только полицейские Типа, зачем по крыше лазить? Но когда к тебе целенаправленно человек После каждого раза, как его снимают, арестовывают полицейские Они на это реагируют абсолютно нормально Они просят его слезть Он залазит еще раз Его сажают в тюрьму Он выходит из тюрьмы Он приходит еще раз Он опять садится в тюрьму И он делает так вот по нескольку раз подряд Может быть это ненормально? Слушай, а на какой именно раз это было то, что я типа тусовался с полицейскими Не подскажешь? Это было в самый первый раз, когда вы только-только пришли Я вас всегда просил нормально уйти В самый первый раз Во-первых, мы и стало Ну я чуть не припоминаю вообще, что я с полицейским там разговаривал И говорил типа давай тут тусить Или он мне говорил Во-первых И что, что ты типа нам говорил в том же доме То, что ты отстраиваешь Возможно, я пропустил за голос Типа, слышно иногда нормально, но иногда тихий Возможно, я это как-то пропустил не на уши Пропустил, блядь, не на уши, да Как не знать Вот так я не слышал этого вообще Давай Давай Слушай, а что ты еще пропустил за все эти разы, когда ты приходил ко мне домой? Мне вот очень интересно Что ты еще, может быть, недослушал? Ты же не просто так ко мне конкретно приходишь на одну и ту же крышу Чем я тебе не устроил вообще в этой игре? Что я тебе сделал такого? Ты меня ничем Я просто на крыше Я просто на одну и ту же крышу К одному и тому же человеку прихожу Несмотря на то, что меня за это арестовывают И потом подаю жалобу Мол, почему это все-таки меня сажают в тюрьму? Это трактуется по-разному Преследование На самом деле тут Преследование человека А ты приходишь к нему домой И сидишь у него на крыше Смотри, сейчас придет делюкс админ Мы у него спросим Да, делюкс админ прям показатель знания правил на самом деле Да, определенно Да Ты в курсе, что ты, разбирая такие ситуации Должен мыслить не только отталкиваясь от тупо правил Ну просто, грубо говоря Ну если пораскинуть мозгами Чел приходит на частную территорию Я за нее заплатил деньги Да, это общественное место по правилам сервера Там нельзя махать стволом Стрелять и грабить, убивать и так далее Это будет нарушением кров ДРП Смотри, во-первых, включая Правила одной микрофона Сейчас говорю я Смотри, тут Виталий Такая ситуация Этот человек стоял На крыше Лидного района На его доме Его Посадили Он подал жалобу Вот Этот человек принял Жалобу И не нашел там никакого Нарушения Я вот думаю По сути Ты нарушаешь частную территорию Крыша Лидного района Это Общественное место Но также Это и собственность человека Я вот не могу понять За что его посадили За Вторжение В чужую собственность Он вторгся на чужую территорию Его несколько раз просили уйти оттуда Он не уходит Ждет до последнего Пока его посадит милиция За это И приходит снова После того, как его Разарестовывают Ну типа Это нормально по-твоему? Ну тут фри арест Как по мне Ну вот Даже этот человек Это общее место Да это общее место Никто не спорит Но также Это частная моя территория На которой Я могу Ну Регулировать Кто может Он может там находиться спокойно В смысле Зачем мне на моем доме На крыше моего дома За который я как раз таки отвечаю Какой-то чел рандомный Может он убьет там кого-то Может он еще что-то сделает Может он там Поставит маник Не знаю Ну что-то сделает такое За что потом отвечать мне Потому что это мой дом Ко мне придет полиция В смысле ничего не сделал В смысле ничего не сделал Он пришел несколько раз ко мне После ареста Непонятно зачем стоит Насколько я помню То после того Как меня именно с оружием подходили Вы неправильно поняли Крофт ДРП Вы его везде пихаете То что это общественное место Возможно я там ошибаюсь Но я после первой же просьбы Когда меня ставят для солнцени Я остановился и слезал Когда меня об этом попросился лиц Да А потом что-то сделал А потом я сомневался Лицом к сне По просьбе полицейского Дальше потом Ты же опять залез Несколько раз Ну вот Даже Виталий говорит Что это Фриориат Гроу Кинг И как вы читаете Это фриориат Смотрите Тут нет нарушения Как по мне Потому что Правило Правило 4.9 Гласит О том Что у нас есть срок За проникновение На чужую собственность Поэтому Исходя из Данного Скажем так Правила 4.9 Сроков ареста Человек правильно сделал То что вызвал полицию И когда полиция уже Прибыла на место Она арестовала Данного молодого человека То есть я не вижу Тут никаких нарушений Просто я не понимаю Типа Да Это считается То что Если вы можете решить Пишите медузе И спрашивайте Он ответит Где я могу написать Тебе уже ответил Еще один Модератор Кажется То что Даже в сроках ареста Предписано Такое Но мой вердикт таков Нет нарушений Так как все правильно сделано Он имеет полное право Как и ограничить Нахождение на крыше Так и в принципе Разрешить там Даже всем тусоваться Если он не хочет Видеть никого на крыше Значит это его право Это его собственность Это его земля Представь у тебя Дом на окраине города Да допустим И к тебе приходит Какой-то челик Чисто посидеть на крыше Что ты с ним сделаешь Естественно В первом делу Ты вызовешь полицию Ну естественно Сначала сам прогонишь А потом уже вызовешь полицию То есть я не вижу Тут никаких прямых нарушений Что-то на адекватном Точнее вообще Не вижу нарушений никаких Вот и все Тогда вопрос исчерпан Ну кстати Юэнселли Если ты каждый раз Приходил Дуза регулирует Как-то здравый смысл Поток его Юэнселли А вот у нас есть Один из старших администраций Мэнселли Вот спросите у него Если вам Мэнди он тут Вот он прям перед вами О вот Просто когда начали Разбирать Не было Давайте игру Доступно В итоге К нашей жалобе Подключился еще один Но уже наборный администратор Которому мне Как раз таки Пришлось Объяснить все по новой Все что было Все что произошло Недавно На этой жалобе В общем Все подробности На это ушло у меня Около 4 минут Я это конечно же Ускорю И мы сразу же Переходим к тому моменту Когда я уже объяснил это все И как раз админ Который на меня Разбирает жалобу Моментально Переобулся Говорит то что Вот Да я не хотел тебе Сразу же выдавать срок Я не говорил то что У тебя вот это вот Вот это вот Нарушено У тебя тут Я не говорил про нарушения Мы просто сначала Типа обсуждали Эту ситуацию Но Ребят перемотайте Может быть кому то не нужно Вспомните Что он говорил В начале жалобы Вот у тебя тут нарушение То тут неправильно Сделал Это общественное место Ты сделал хуйню У тебя нарушено правило Смотри Уточню одно Я не утверждал то что Это Не утверждал то что Это вот нарушение Я как раз и позвал Виталию Чтобы утвердить Нарушение ли это В смысле Ты в начале Мне сам вам говорил Что это нарушение Да Ну смотри Я тебе говорю Это нарушение Но давайте мы удостоверимся В этом Я позову Виталию Или вышестоящего Админа Чтобы он это подтвердил Потому что я не уверен В этом Манзи Ты как считаешь Это общественное место Все таки Или Человек По сути Он наверное Спрашивает в беседе Потому что Случай странноватый А может быть У каких то других Админов Смотрите Короче Ситуэйшн у вас Конечно странная Очень Довольно Ну вот Я расскажу Как бы я сделал В этой допустим Ситуации Я не совсем согласен На то что Типа то что Могут люди Выгонять с крыши Своей Ну как бы Это общественное место Ну ладно Человек если там прошел Да Но если он там Намеренно стоит И Специально провоцирует Какого-либо человека На какую-то ответную реакцию То хорошо Человек типа берет Пишет Ну типа Сделает вызов в полицию Полиция приходит Допустим Выписывает ему штраф Или объясняет То что Ты туда не приходи Лучше Ну типа Не надо Если он это еще раз Повторно делает Тогда уже Арестовывают Типа Я сейчас пообщался С топ администратором Попоем По поводу этого Честно он Сам не знает Но он сказал Что вот это То что я Сейчас вам говорю Это самое Сейчас практически Актуальное Что я могу вам предложить Смотри Там такая ситуация Я пролетал Над тем местом Пару раз Когда проверял На нарушение На Билдинг В принципе И получилось так То что Первый раз прогоняли Потом второй раз Прогоняли Ему как делали Как устное Так уже грубо говоря И полицейские замечания Поэтому тут нарушение С его стороны Его уже не первый раз Об этом предупреждали Вообще Я думаю Тут провокация Потому что Очень странно Типа Его арестуют Он снова приходит Его еще раз арестуют Он еще раз приходит Также он говорил мне То что Вот Одного человека Забанило Он пришел туда Еще раз Хинкали Блядь Что за ник А давайте Почекаем Сколько раз Его арестят В итоге Как вы могли уже услышать Админы поняли Что он просто Напросто Провоцировал Челиков На нарушение Вот тем самым Правила Якобы Фри ареста Фри арест И улетают Сразу же В бан Ну вот Потому что Он либо Пиздит Умело Администратору Либо просто Его забалтывает Что в принципе Одно и то же Ну вот Просто мерзкий Выбледок Вот по другому Я сказать не могу Вот в первый раз Тебя попросили нормально Ну не мешай ты Зачем ты это Нет Я хочу это делать Я буду тебе мешать Я буду тебя заебывать Чтобы потом Если что Подать на тебя жалобу Ублюдок Блядь просто Ну сказали ему Уже Отхуесосили его Обиделся Ничего сказать В ответ не смог Просто Схавал Тонну говна Который ему еще Выстрели на голову Сделал из нее шапочку Съебался Пришел Снова начал мешать Мешает Получил пиздюлей По игре Посадили его в тюрьму Вышел из тюрьмы И начал по новой Это делать Только начал Потом уже С собой Челиков забирать Которые улетают в бан За якобы Нарушение правил Есть короче В GTA 5 Такой персонаж Интересный Называется Бессильная злоба Так вот Это словосочетание Мне кажется Идеально Описывает подобный Род долбоебов В Гарис моде Я ну просто Правда Я не понимаю Откуда Столько вот На что озлоблены Челики Которые На что они обижены И кем они обижены Были ранее Что Им просто вот В кайф Заебывать людей Ломаем игровой процесс И мешаем Тупо играть За все время Как я снимаю На Боброграде Ролики У меня сформировалось Такое возможно Ошибочное А может и нет Мнения Что Вот эти все Видосики Типа Админ будни Проверки админов Снял было Наказал школьника И так далее Но они не прошли зря Я очень надеюсь Что ролики Дали хоть какой-то Импакт В сферу администрирования Из-за чего Может быть Админ состав Как-то стал Более сплочен Нету Каких-то особых Жестких конфликтов За которых уходят Прям люди По несколько Пачек за раз Вы просто Вспомните 22 год Люди тогда Только начали Заходить на сервак Сколько вот этих Админ проверок У меня было снято Комьюнити Только формировалось И приходили Как и нормальные Адекватные люди Которые до сих пор С нами Так и опизденевшие Просто до безумства Люди Которые нарушали Массово правила Да Они там покупали Донаты и прочее Но они обузили Этим блять Донатом так Чтобы страдали Другие игроки И они успешно Улетали с сервака Сегодняшний герой Нашего ролика Не был каким-то Злостным Абузером Админки За миллиард рублей На драк рп сервере Но он и без того Был блять Достаточно неприятный На протяжении Всего ролика Я даже Пересматривая На стадии монтажа Просто плююсь Блять буквально Уже На свой новый стол В общем Нарушитель Сегодня получил бан Получил Как это говорится На моих превьюшках По заслугам Если вам понравился Данный видеоряд Над которым я естественно Старался То вы можете его оценить Либо лайком Либо подпиской Да Я не часто Об этом говорю А сегодня Вот имею право Если вам понравился сервак То вы можете на него Зайти По айпишнику В описании Это наш проект Беброград И скоро мы здесь Дропнем Одно интересное Обновление Которое мы уже Немножечко Затизерили В группе ВК До новой встречи Субтитры сделал DimaTorzok